Сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы под залпы военного салюта похоронили Виктора Черномырдина. В церемонии прощания участвовало все высшее руководство страны, а также бывшие коллеги Виктора Степановича, работавшие с ним бок о бок в один из самых сложных периодов российской истории. Гражданская панихита прошла в доме приемов на улице Косыгина, отпевание в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. К месту погребения гроб несли на руках. Владимир Чернышев наблюдал. С первым российским премьером Черномырдином прощались на улице имени советского премьера Косыгина, который тоже вошел в историю, народную память как бы отдельно и независимо от своего непосредственного руководителя, генсека Брежнева. Виктор Черномырдин тоже смотрелся прихворающим и непредсказуемым Ельцине, фигурой самостоятельной и обаятельной. Не он вписался в эпоху 90-х, эта эпоха вписалась эпизодом в его биографию. Как можно полностью отождествлять с катастрофой 90-х человека, в честном отчаянии признавшимся, хотели как лучше, а получилось как всегда. Он всю жизнь работал на свою страну. И, наверное, самым трудным испытанием для него, это сегодня очевидно, было возглавить правительство в столь сложный период, в 90-е годы. Ведь они действительно были исключительно сложными. Страна была в очень тяжелом положении. Многие люди просто лишились работы, заработка. Скажем откровенно, настроения в обществе были довольно такие тяжелые. И вот весь этот груз лег на Виктора Степановича, как на председателя правительства Российской Федерации. И сделал он все от него зависящее для того, чтобы и в общество пришло успокоение, и неотложные экономические проблемы были решены. В зале у гроба почти все нынешнее руководство страны, почти все бывшее. Министрам 90-х не забыть, как Черномырдин своими меткими афоризмами и народным юмором усмирял политические бури, а методами крепкого советского хозяйственника удерживал экономику от коллапса. Дмитрий Медведев напомнил этапы пути Черномырдина, на каждом из которых он выступал созидателем, а не разрушителем. Уже послом на Украине в непростые оранжевые годы он был уверен, что дружба восстановится. От него всегда исходил доброжелательный импульс. И вот то состояние российско-украинских отношений, которое мы сегодня имеем, нормальное, мы этому состоянию во многом обязаны Виктору Степановичу. Виктор Степанович был очень позитивным человеком. Я не помню, чтобы когда мы с ним общались, у него хоть раз было плохое настроение. Или он показал это вовне. Он всегда улыбался, всегда шутил. И делал это, мы знаем, с присущим ему блеском. В какой бы должности я с ним не встречался, он всегда был настроен на конструктивную работу, причем не стесняясь принимать на себя любую нагрузку. Владимир Путин напомнил, какая ответственность лежала на плечах Черномырдина в 90-е, и как он вселял в окружающих чувства основательности и уверенности в самые сложные, казалось бы, моменты. Говоря о Черномырдине, у его гроба обычно невозмутимый Путин не стеснялся эмоций. К концу речи его голос заметно дрогнул. Его правительство проводило очень сложные, непростые реформы в стране. Он брал на себя всегда ответственность. Никогда не уходил от ответственности. Я никогда не забыл наш разговор перед его поездкой в Киев. И помню, как он мне сказал, если бы ты мне в Америку предложил поехать или министром, конечно, я бы отказался. Но Украина очень важна для России. Я поеду. Никакого чванства, никакой звездной болезни ни в чем, никогда. Просто работал. Работал успешно, эффективно. Нам будет не хватать, Виктор Степанович. И мы сохраним память о нем и в сердце, и в делах. Безусловно, Виктор Степанович является примером для нас всех. Он по праву считается основателем Газпрома, сказал глава концерна Алексей Миллер. И напомнил, что именно Черномырдин в годы падения цен на энергоносители сохранил для России будущего экономического лидера. Когда в стране, как воздух, требовались кредиты, на требования внешних кредиторов о расчленении единой системы газоснабжения, о разделении Газпрома, он ответил, жесткое нет. И сегодня мы имеем самую надежную в мире систему газоснабжения. Он был просто доступен, какие бы посты ни занимал, вспоминал земляк и друг Черномырдина. А двоюродная сестра покойного подтвердила то, что многие так понимали, глядя на телеэкран. Это был человек добрый и светлый. Он заразительно смеялся над хорошей шуткой или анекдотом. Он любил и знал и пел русские песни, любил украинские. Он мог сплясать и сыграть на гармошке. Он любил свою деревню с ее рекой Сокмарой. Уже после отпевания в Успенском соборе Новодевичьего монастыря патриарх Кирилл скажет, не все наши дела в суетном мире, которые мы считаем важными, важны перед Богом. Важно то, чем они продиктованы. По-разному можно оценить поступки Черномырдина в противоречивое время, но даже проступки его не от зла. Он стремится поступать в особище. Когда человек поступает в особище, абстрагируясь от огромного количества фактов и обстоятельствия на его решение, он поступает по воле Божьей. А когда большим приоритетом принятия решений является плавой людей, он сделает его сухожное. Из монастыря до ворот кладбища гроб везли на лафете, потом на руках до могилы. Во главе траурной процессии президент, премьер и патриарх. Впереди гроба награды на красных подушечках и советские, и российские ордена. Сам Черномырдин был символом этой переходной эпохи. Его похоронили рядом с супругой, которая умерла весной, из которой они прожили вместе почти 50 лет. Гроб с телом Виктора Черномырдина опустили в землю подружейные залпы. Можно по-разному относиться к тем или иным результатам деятельности Виктора Черномырдина на посту премьер-министра, но редкий случай об ушедшем политике говорят прежде всего как о человеке, подчеркивая его человеческие качества. Доброту, искренность и порядочность редкие для политиков в современном мире. И именно они во многом помогли Виктору Черномырдину объединить, по сути, идеологически расколотую в 90-е годы страну. Владимир Чернышев, Владислав Дубовицкий, Сергей Ратников, Олег Пестов, НТВ, Москва.